Всем привет! Сегодня настал тот самый день, когда мы наблюдаем то, что у нас ходят все три ребенка одновременно. То есть, если раньше Ксюша, как мы знаем, и вы знаете, что ходила чуть меньше, ой, обнимашки, обнимашки. Марусенька. Ксюнька вон алфавит учит. Да. Привет, Маши, привет, привет! Привет! Так вот, сегодня они начали ходить все. Это так круто! И пока, представляете, мы вам пытались записать видео это, вот Ксюша уже села, Милаша встала. Давай, Милаш, иди, покажи, как ты ходишь. И, Ксюша, самое главное, ты у нас не ходила. Давай, зайка, где твоя ложечка? Скажи, я без ложечки могу. Без ложечки лучше. Вот. Милашенька, шапочки не любит. Да. Вот, посмотрите, какая красота, они все вместе ходят. Панамочка закрывает, вот так лучше. Оп! У тебя там была. Сейчас, Ксюша, другую дам, другую. Держи быстрее. Марусь, а тебя вот же, ты забрала уже, на. Вот, вот, вот какая красивая девочка, да? Вот они, мои три принцессы. Капотушки. Одно из первых, что вы просили снять, гардероб наш, который мы используем зимой. Правда, в данный момент у нас одна вещь уже поменялась на более весеннюю, но как бы решили записать для вас такое видео. Вот, первое, что у нас идет, это вот такие вот слипы, ой, это бодики, бодики с рукавами. Вот такие три бодика. Сразу отвечу на ваш вопрос. У нас, у детей нет определенного к чьей-то вещи. Единственное, это касается, наверное, зимних комбинезонов. Все, что вот, например, вот здесь есть, это все, кому попадется, то и одеваем. Так вот, вот три таких боди с рукавами. Идут колготочки, следующие, да, колготочки с боди и носочки теплые. Потом одеваем вот такой, вот такой костюмчик. Он идет у нас с начесом. Что, колготки? Она на себя колготки одевает уже. Потом одеваем, получается, вот такой вот комплект, как я уже сказала, с начесом. Еще одеваем мы на полу. Нам так часто пишут, почему на полу всегда. Потому что нам удобно. Зачем нам идти и класть их на диван? Или нам писали, почему вы себе не купите стульчики, чтобы одевать? Зачем? Нам так удобно, это сокращает время. И как бы всех все устраивает. Да, дети? Даже дело в другом, наверное, что надо быстрее всех одеть, чтобы быстрее их на улицу сопроводить, чтобы они не вспотели. С одним ребенком, безусловно, но у нас их трое. Поэтому как-то так. Мы одеваться. Смотри, пихает одежду. Давай, говорит, одевай. Смотри. Все, все. У нас происходит вообще вот такая система нашего одевания. Я или я вместе с Кириллом одеваем девчонок полностью вот так вот. И бабушка уже заходит с комбинезонами вот с этими зимними и одевает девчонок. И передает их уже нам. А мы там уже их в коляске рассаживаем и обуваем. И, кстати, насчет комбинезонов. Я говорила о том, что у нас в основном кому что попадется, какая вещь. Да. Но у Маруси вот этот комбинезон конкретно для нее. Потому что он самый маленький. И она у нас как бы такая самая худенькая, маленькая. И она самая первая у нас пошла. И в нем как бы удобнее, конечно, ходить, чем в них. Потому что они более объемные. Так, я еще хотела сказать. И вообще изначально получилось то, что я хотела вот такой вот комбинезон, но их не было. И купила я, получается, сначала один такой на проверку. Вообще не было никакого. Потом появился вот этот. Я его взяла. И потом появился еще раз вот такой. Поэтому как бы у нас теперь два таких и один такой. И Маруси именно подошел из-за того, что она самая маленькая. И больше всего удобнее ходить. Вот. Ну а теперь дальше одеваться. И пошлите потом обувать вместе. Ну вот. А теперь здесь обуваем. Обычно мы в подъезде. Девчонки готовы. Мы практически тоже. Сейчас добываем, одеваемся. И выходим. Вышли вот так вот у нас. Дорожка. Уже почти подтаяла. Все в сборе. Мы всегда девчонок в основном сцепляем как? Вместе у нас ездит Ксюша с Милашей. Потому что они меньше ходили. А Маруся отдельно. Пока бабушка катает девчонок, мы с Марусей останавливаемся. Где-нибудь стоим и ходим гуляем. Уже. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...